МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весенние сеянцы по всей области омолаживают леса. Сажается для того, чтобы поглубже в землю, только верховщая почка находится над землей. Мундиаль развивает Ростов. Инвестиции идут в новый аэропорт и левобережную зону. Мы придаем через это новый импульс развития, и основа должна быть заложена именно в ближайшие 2-3 года. Качалка «Наш дом родной». В Ростове сняли первый российский фильм о бодибилдерах. Что-то придумано. Но придумано опять-таки на основании того, что в связи с моим тренерским опытом и стажем. Весна на Дону. В следующую субботу, 9 апреля, горожане смогут отпраздновать День древонасаждения с лопатой и саженцем. А в лесничествах озеленение под праздники не подгоняют. Посадки постоянно пополняют и омолаживают. На вид непривлекательная, зато полезная процедура перед посадкой. Вода и чернозем помогают корням прижиться в песчаном грунте. Осенью 2015 года мы подготовили почву на лесокультурных площадях, на которые непосредственно нам запланировал территориальный отдел. Подготовили почву. Она год накапливает влагу, то есть зимний период, 2015-2016 год. Для восстановления лесных угодий в этом году требуется почти 5 миллионов сеянцев хвойных и лиственных пород. Из-за благоприятно теплой погоды хвойные высаживают раньше обычного. Высаживается сосна двухлетней, сеянцы сосны двухлетней. То есть сажается для того, чтобы поглубже в землю, только верхушная почка находится над землей. Почему? Чтоб ветер ее не болтал, песок, когда несет, не засекал. Всего в лесах Ростовской области предстоит засадить больше тысячи гектаров. Хвойные уже посадили на шестистах. На обогащение донских лесов выделено порядка 40 миллионов рублей. Этого вполне достаточно, чтобы обновить и укрепить насаждение. На этот год финансирование на работу по лесовосстановлению, несмотря на секвестирование бюджета, нам оставили на уровне прошлого года. И мы смогли еще дополнительно завести на эти мероприятия средства федерального бюджета. В лесничестве Каменского района необходимо засадить 12 гектаров земли, а вернее песка. Из-за природной особенности песчаного грунта подобные работы проводят, чтобы лес не превратился в пустыню. Здесь нужно 4200 сеянцев акации на гектар. Каждая сажается вручную на расстоянии полуметра от соседки. В будущем такая природная града удержит песок и не позволит ветру его разметать. Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко, Надону. На восстановление ботанического сада Ефу до 2020 года планируют потратить полмиллиарда рублей. Об этом говорилось на заседании Общественного совета при Минприроды области. В прошлом году разработана пятилетняя программа развития. В планах переоснащения лабораторий для этого уже закуплена техника. Ремонт оранжерей, строительство новой теплицы и создание условий для эффективной работы ученых. Для восстановления уникального памятника природы Минсельхоз, Минприроды и ЮФУ заключили соглашение о проведении на территории сада субботников, мастер-классов и лекций. Сегодня работает ученый совет в ботаническом саду. Сегодня нужно отдать должность тому, что проходят практику студенты, что уже защиты есть, дипломных работ. Понимаете, это говорит о том, что есть уже, скажем, может быть, второе дыхание у ботанического сада. Ботанический сад ЮФУ площадью 160 гектаров, самый крупный в степной зоне России. Чем занимались первые лица на Дону? Сегодня губернатор принял участие в презентации инвестиционного потенциала Ростовской области в Москве. Донская экспозиция открылась в Конгресс-центре торгово-промышленной палаты страны и вызвала ажиотаж среди российских предпринимателей. Число желающих ее посетить превысило вместимость залов. Василий Голубев поблагодарил руководство ТПП России за возможность провести презентацию и отметил, особые отношения нашего региона с этим институтом подчеркиваются достижениями Донской ТПП. Она считается одной из лучших региональных палат. На выставке работает наша съемочная группа. Подробности мы расскажем завтра в программе «Неделя на Дону». Министр сельского хозяйства Константин Рачеловский на заседании областного правительства рассказал о проведении регионального этапа сельхозпереписи-2016. Начнется она 1 июля и продлится месяц. Федеральный бюджет выделил местным властям около 60 миллионов рублей на спецоборудование и зарплату переписчикам. Компания по подготовке уже на, можно сказать, на финичной прямой. Нам предстоит переписать 600 тысяч объектов сельскохозяйственных. Для этого подготовлены полторы тысячи переписчиков. Ну и вся такая организационная работа. Также на заседании подвели итоги госпрограммы развития сельского хозяйства за прошлый год. Положительная динамика заметна в растениеводстве и животноводстве. Заместитель губернатора Вадим Артемов на заседании областного правительства сообщил, что на территории аэропорта Платов появится новое поисково-спасательное подразделение. Его построят в кратчайшие сроки уже в этом году. Начнутся работы над противопожарным оборудованием нового хаба. Также на заседании подвели итоги прошлогодней работы по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Регион практически полностью оснащен соответствующими системами оповещения. Сегодня система оповещения, причем централизованного оповещения составляет 85% территории Ростовской области. Практически с каждым годом у нас этот процент увеличивается. Остальная часть территории обеспечивается за счет оперативного оповещения населения подвижными средствами. Начала работать в тестовом режиме система вызова экстренных оперативных служб по номеру 112. Создан областной центр обработки звонков. Он связал 23 муниципалитета региона из 55. Водопроводные и канализационные сети Гукова, Шахт, Новошахтинска и Красного Сулина передадут на обслуживание бизнесу в июле этого года. Об этом рассказал министр ЖКХ региона за круглым столом по модернизации инфраструктуры. Вложить придется около 3 миллиардов рублей. Здесь поддержка будет со стороны фонда развития ЖКХ. Федеральные деньги порядка 305 миллионов рублей. Порядка 2,5 миллиардов рублей это будут частные инвестиции. Концессионные соглашения с бизнесом уже заключены на 44 водно-канализационных объекта региона. Развивается и частно-государственное партнерство с 2007 года. Реализуются проекты «Вода Ростова» и «Чистый Дон». Строительство и реконструкция очистных сооружений позволят не сбрасывать нечистоты в реку и обеспечат бесперебойным водоснабжением центр и юго-запад Донской столицы. 417 управляющих организаций работает на Дону. В прошлом году на них пожаловались 24 тысячи раз. Выходит на компанию в среднем пришлось по 60 обращений для улучшения работы управленцев замминистра жилищно-коммунального хозяйства пообщался в шахтах с собственниками квартир проблемного дома. Жильцы 119 дома по улице Советской за коммунальные услуги платят исправно. Но в подвале у них вода, крыша во время ливня протекает, отопление периодически отключают. Было тепло, всю зиму было тепло. Вот нам дали возможность с 1 марта, когда тепло началось на улице, они опять решили поставить шайбу и опять полдома холодных. Так что в зиму как мы будем переходить с такими условиями, я даже не знаю. Руководство управляющей компании этого дома недавно сменилось. И, наконец, начался ремонт в подъездах, которого от жильцы ждали 10 лет. В первую очередь заменили окна, освещение сделали энергосберегающим. Ситуацию надо менять. Я вижу, что управляющая организация старается ее менять и действительно не сидит на месте и не ждет каких-то указаний. Работы в контакте с советом дома они все равно сейчас проводятся и движение мы видим. Но, конечно, недостатки еще есть. Вот подсоколь, вот слои не надо будет устранить. Подъезды обещают полностью преобразить за месяц. А с проблемами отопления и течи в подвале справятся еще раньше, за две недели. Ася Скрынникова, Юрий Санкин, Ростов-на-Дону. Для развития донской столицы инвестиции текут рекой в реку. Отношение чиновников к водному объекту изменилось. Теперь река считается не только транспортным узлом, но и изюминкой любого города. Прозвучала на урбанистической конференции «Города и территории инструментарий позитивных перемен». По-другому власти взглянули на Дон, когда начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Строительство стадиона дало старт освоению левобережной зоны Ростова. Рядом со спортивной ареной появится концертный зал на 2500 мест, ярмарочно-выставочный комплекс с площадью 30 тысяч квадратных метров и жилые дома. Бород и река. В общем, мы очень часто относимся совершенно плоско и по старинке к реке, как к какой-то транспортной магистрали, которая возит какие-то грузы, которая отделена от города старыми заброшенными заводами или площадками. Толчком для развития Ростова и региона в целом станет и строящийся с нуля аэропорт. Рядом с ним появятся новые торгово-логистические комплексы, поселки, в том числе для многодетных семей. Будут построены деловые, научные, учебные, медицинские и спортивные центры. Новые дороги, новые мосты, новые подъезды города Ростова. Ну и, конечно, аэропортовый комплекс, который меняет качественно развитие региона не только в той части, где он находится в целом Ростовской области. Поэтому мы придаем через это новый импульс развития и основа должна быть заложена именно в ближайшие 2-3 года. На месте нынешнего аэропорта появится жилой комплекс не менее чем на 150 тысяч человек. Екатерина Лободината, Гир Фатахов на Дону. Половина продуктовых магазинов и общепитов Ростова готова к приему гостей Чемпионата мира по футболу. Департамент потопительского рынка области завершил формирование реестра перспективных объектов питания. Но лучший показатель у батайских заведений общепита и торговли почти 90% соответствуют норме. Для сравнения у Ростова 53%, у Азова 34%. Последний в реестре Когольницкий район. Включено у него около 1700 объектов, которые находятся на территории города Ростова-на-Дону и в муниципальных образованиях, находящихся в 100-километровой зоне, возникающей города Ростова-на-Дону. Один из критериев оценки – санитарно-гигиенические условия. Поэтому департамент потребрынка заключил соглашение с региональным центром гигиены и эпидемиологии. Сергей Горбань побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной Петра Бицутина. Ему в этом году исполняется 96 лет. В армию попал воевал на Закавказском фронте, затем на третьем украинском войсках ПВО участвовал в освобождении Румынии и Венгрии. День Победы я встречал в Харькове с Венгрией. Направили в военно-политическое училище в марте 1945 года. И встречал там. В 1946 году демобилизовали у Петра Демидовича 13 наград, среди которых орден Отечественной войны и медаль за боевые заслуги. Любовь к Отечеству, соблюдение норм Конституции, уважение к традициям и культурному наследию своей страны, что именно является основой, основной целью патриотического воспитания подрастающего поколения. Гость программы «Первые лица на Дону» председатель Комитета ветеранов Вооруженных сил Ростова-на-Дону Иван Ильин. Геройство – это ж не только в армии. А что, нет героев на гражданке? Сколько угодно. Это и исследователи всевозможные. Детей только воспитывать на положительных примерах, но и не забывайте говорить, к чему приводят отрицательные. Программу «Первые лица на Дону» смотрите сегодня в 20 часов 30 минут и 23.30. Первый российский полнометражный фильм о бодибилдерах «Качалка. Наш дом родной» презентовали в Ростове. Режиссер, актер, продюсер и сценарист ленты ростовский культурист Валерий Локтеонов взял за основу реальной истории. Валерий Локтеонов тренирует культуристов больше 30 лет. Подготовил 12 чемпионов области и призеров российских соревнований. В его фильме сыграли профессиональные спортсмены, друзья и подопечные. Много взятой жизни. Ну, просто в ротесском виде показано. Что-то придумано. Но придумано опять-таки на основании того, что в связи с моим тренерским опытом мы стажем. Режиссер сравнивает типажи людей в спортзалах. Тех, кто приходит сделать фото для соцсетей и настоящих фанатиков. Одну из главных ролей помешанного качка сыграл Андрей Скобелев. Точнее сказать самого себя. В 1995 он стал третьим на чемпионате мира по бодибилдингу. Я именно показывал как в жизни это происходит. Ссоры в семье. Допустим, с моей девушкой. Как все происходит. То же самое я делал в фильме. Снимали в свободное от работы время в фитнес-центре и качалке, которая сохранилась с 90-х годов. Распространять фильм автор планирует в интернете. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков на Дону. Наследие. Проект ностальгический. Рок, джаз, блюз, кантри. Ростовские первооткрыватели этих стилей вспоминают молодость. Виталий Хачкинаев может представиться и так и еще в десятках вариантов. Он легенда ростовского и советского андеграунда, хранитель традиций настоящего рок-н-ролла и джаза на юге России. Лучший музыкальный радиоведущий страны 2003 года. Автор книг по истории музыки. На такие вечера, а они сейчас случаются не часто, приходит по зову сердца. По увлечению началось то, что мы называем сейчас рок-культурой, примерно тогда же, как и везде, то есть в начале 60-х. Лично я увлекся в 50-х, потому что я в 56-м году уже был такой закоренелый враг народа, собиратель этой враждебной музыки. В 80-х давление на музыкальную субкультуру ослабло. Ростовские рок-коллективы стали выходить из гаражей. Теперь это успешные в других областях люди, а сцена как машина времени. Тут они снова молоды и полны вдохновения. Дашу Переверзеву, участницу проекта «Голос. Дети» позвали организаторы. Начинающая артистка открыла вечер бывалых. Такие встречи мечтают сделать ежегодными. Воспоминаний и творческого наследия хватит. Галина Горлова, Тагир Фатахов, на Дону. В Ростове на пересечении Горького и Крепостного появился первый автомат для взывания денег за парковку. Внешне он похож на терминал для пополнения счета мобильного телефона. Раскошелиться за парковочное место придется уже в апреле. Платными станут стоянки на участках улиц Горького и Красноармейской от Буденовского до Театрального, а также на Пушкинской от Братского до Чехова. Платить придется и на небольших отрезках переулков Братского, Симашка и Газетного, а также проспекта Соколова. Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Разумеется, не буду никогда пользоваться. Ну что, такси, гляньте, от Театралки и до Ворошиловского. Их ни одного нет, один я оставил. Приезжие поражаются. А куда у вас, что у вас, Ростов такой нищий, таксистов нет. Хоть что-то будет заставлять водителей думать и о таких вот пешеходах. Я тоже машину поставил, ну на парковке поставил. Буду ездиться во дворах. Если человек работает в центре города, ему ежедневно придется платить за парковку. Скорее всего, она еще и почасовая будет. Ну, представьте, посчитайте, сколько человеку надо будет денег отдать за парковку каждый день. Хороший новый день, особенно в центре. люди должны как бы платить деньги за это. А вы вообще будете пользоваться парковкой? Да, буду. По крайней мере, будут места. Как вот люди, которые работают, интересно, которые работают, вот поликлиника здесь, да, стоматологическая, как врачи будут сюда приезжать. Ладно, клиенты приехали на час, а врач, если он на целый день приехал. Не будет хаотичного расставления машин, бывает такое, что заблокируют абсолютно, то есть не проехать, робки создаются. Ну, попробовать, как нововведение, я думаю, стоит. Почти три тонны сала уничтожили в Ростовской области. Украинский деликатес не имел сопроводительных документов и не проходил таможенный контроль. Провезти его из Украины пытался россиянин, но в шести километрах от госграницы в хуторе Карповка грузовик заметили и задержали пограничники. В Кагальницком районе, в свою очередь, уничтожили 19 тонн санкционной замороженной сельди. Крупный улов попался таможенникам контрольно-пропускного пункта Донецк. По документам, товар был родом из Норвегии, а такой в России запрещен. О других событиях области сообщение с мест. На Тацинской нефтебазе прошли пожарно-тактические учения. На сообщение дежурного пожарную охрану возгораний прибывают три дежурных караула. Два охлаждают водой соседние хранилища, третий идет в пенную атаку. У нас приобретена, во-первых, импортная японская помпа для пожаротушения. Имеется более четырех кубов или четырех тысяч литров пенного образования. Также у нас имеется пять резервуаров для воды. Спасатели работали в условиях, максимально приближенных к реальным. В Каменском краеведческом музее школьникам предложили определиться с будущей профессией на выставке. Потенциальным работникам представили себя десять предприятий города. Я хочу больше всего стать юристом или же в каком-то роде адвокатом. Я хочу защищать права людей, защищать свои права, знать о правах много. Те, кто еще не определился, кем быть, могли пройти тестирование в мобильном офисе городского центра занятости. Ты хочешь быть моряком, смотри, тестирование дает рекомендации. О старте нового сезона проекта социальные инвестиции Юга России рассказали в пресс-центре Дон Медиа. Впервые за три года появился конкурс нефинансовых отчетов. В нем компании расскажут о своих благотворительных и полезных обществу акциях. Социальное предпринимательство это и бизнес и одновременно поддержка общества. Именно за ним будущие экономики считают организаторы. И второй год проводят конкурс для журналистов на премию профессора Владимира Смирнова. В нем участвуют материалы о поддержке бизнесом социальной сферы культуры, спорта, образования, экологии и здоровья. Когда за счет новых технологий в общих интересах на основе финансово устойчивой модели и при высоком моральном качестве исполнителей реализуются проекты социального предпринимательства. В этом случае они становятся прибыльными, выгодными и так далее. И третий конкурс социальных проектов. Они должны быть реализованы на юге России местными авторами. Итоги конкурсов подведут в конце декабря. В шахтах у едущего эвакуатора отвалилась лапа и повредила три автомобиля. Оказалось, его водитель был пьян, но за рулем сидел даже не он, а знакомый без опыта управления такой техникой пресса на Дону. С новым подвидом мусорников Новошахтинска знакомит газета «Знамя шахтера». Он появился с переселением из ветхого жилья рядом с опустевшими домами. Перевозя имущество в новые квартиры, люди выбрасывают ненужную рухлядь, которой, по наблюдению корреспондентов, могут пополнить свои коллекции антиквары. Ведь человек просто не догадывается, насколько ценные вещи могут храниться у него годами на балконах и антресолях. На слете юных конструкторов области побывал корреспондент Молота. Работы 250 финалистов оценивали в 12 номинациях. Здесь можно было послушать, например, сделанную 12-летним аксайским кадетом гитару, играющую непривычную человеку музыку для роботов. Среди моделей победителей квадролёт, настольный деревообрабатывающий комплекс, комбинированный источник получения энергии «Северное солнце». Газета «Перекресток» полна фотографиями с открытия в белой Калитве «Спартакиады Дона». На первой странице на фото справа учитель физкультуры школы номер 4 Любовь Алпатьева, занявшая второе место в таком необычном для слабого пола армрестлинге. Вообще, корреспондентов приятно удивило количество вышедших на старт женщин. Их можно было заметить и за теннисным столом, и за шахматной доской, и в прыжковой яме. Всего же на стадион Калитва вышли почти тысячи любителей спорта. Завтра на Дону пятый матч хоккейного финала Ростов-Тамбов. Наш клуб уступает в серии до четырех побед 1-3. Игра пройдет во дворце спорта. Начало в 19 часов 30 минут. Болеем за наших. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи на Дону. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден.